Юрий Латышев и философский камень. Челябинский историк сделал сиквел своего открытия. В поселке Шершни нашли продолжение межевого камня. На месте уже работает наша съемочная группа. Мы снимаем продолжение исторического расследования по челябинской версии. Два месяца назад мой коллега Василий своими силами из-под снега откопал этот межевой камень. Даже сломал при этом лопату. Сегодня историки будут поднимать еще один артефакт. Стать свидетелями открытия нас позвал краевед Юрий Латышев. Он рассказывает, что этого дня ждал всю зиму. Может, для обычного прохожего это просто розовый камень. А вот для историков Челябинска – повод для гордости. Перерыл весь интернет, нашел еще два межевых столба на всей территории России. А это обозначение золотых присков. Ну, это уникальная находка. Не только для Челябинска, но и для России. Эта находка пришла из золотой эпохи. До революции обычные люди могли заниматься добычей драгоценного металла. Вероятно, камень был свидетелем трагических драм из жизни старателей. Самая настоящая золотая лихорадка. Вот как мы в книгах Джека Лондона читаем, у нас то же самое было в конце 19-го, в начале 20-го века. Золота нет, но магия у камня осталась. Оборудование рядом с ним ловит помехи, а при его подъеме едва не повредили электрический столб. Так вершится история. Каждый камень весит почти полтонны, но жажда открытий придает сил. Поднимать супер булыжник помогали и неравнодушные к истории местные жители. Надписи на камне, к сожалению, нет, как нет больше золота в поселке Шершни. Это плита продолжения межевого камня. Ученые мечтают соединить обе части воедино и установить камень как памятник о былых золотых временах. Марина Митрофанова, Максим Корочкин, 31 канал.